неспроста я остановился в этом месте потому что отсюда начинается мой рассказ значит дело было так это был 2019 год декабрь месяц проехав керуну оставалось когда около 40 километров до границы с норвегией начал валить жутко сильный снег снегопад начался я хотел дотянуть до границы но особо не понимал всей ситуации впереди камеры я никакие не смотрел и в общем уже ситуация наступила такая что я не видел просто дорог мало того что просто все заметала кругом ко всему к этому стекло лобовое просто было замерзшая полностью так как у меня не было ни подогрева дворников и подогрева лобового у меня на всю катушку был включен воздух на лобовое стекло жуткая жара в кабине но хоть какое-то маленькое окошечко в мир я видел и конечно же я уже искал какую-то стоянку где буду видеть ну хотя бы что там можно стать ну что было множество карманов и стоянок которые просто были завалены снегом и которые я просто по памяти не помню если там вообще асфальт или нет поэтому я рисковать не мог и остановиться по дороге я тоже не мог когда уже вообще практически ничего не было видно и двигался 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 и пока я не увидел стоящую на габаритах здесь volvo трехосную из фирмы призма латвийской и я увидел что широкая довольно таки площадка и стал на эту площадку параллельно с ним все потом прошло двое суток я стоял в этом месте сорок пятку и как оказалось впереди за поворотом дорога уже была закрыта на следующее утро я увидел что уже жопу машин начинают приближаться сюда останавливаться они продолжались останавливаться здесь уже прямо то есть на полосе так места не было и ушло куда-то еще туда дальше сколько километров там машины стояли я не знаю все на третий день начали это дело все освобождать volvo которая стояла со мной рядом ее засыпала снегом просто просто до ужаса и засыпала снегом возле меня был тоже передо мной возле меня куча снега но потом проехал снегоочиститель проехал снегоочиститель вплотную возле моей фуры и мне осталось только откинуть спереди снег немножко по бокам и я спокойно выехал перевал открыли но было движение в колонии так как с той стороны был такой же огромный поток машин скопившийся за почти три дня нас потих по чуть-чуть начали отпускать здесь же все машины стояли тоже на дороге была полоса для по ней в принципе этой полосе ездили только местные кто здесь живет либо в отельчик кто-то и автобус автобус здесь постоянно ездил и вот здесь стоп был перед этим шлагбаумом то есть на тот момент когда я парковался буквально здесь было только пять машин то есть это только все началось и отсюда потом также нас в сопровождении снегоуборщика отпускали я не помню точно поскольку по машин там 5 по моему нас отпускали чтобы не перегружать таможню вы сейчас чуть позже увидите почему не перегружать и потому что она очень маленькая и она на обе стороны идет то есть там нету две отдельных таможни она одна единственная таможня и для швеции и для норвегии и когда выезжал с этой стоянки я еще очень долго думал около пару часов я смотрел на машины какие едут на цепях без цепей одевать ли мне цепи или нет ничего уже не предвещала как говорится вес у меня был 20 тонн я был на трехоснике естественно я поднял ленивцы и поехал вперед но все оказалось не так уж просто я грамотно отпускал машины на спуске чтобы самому лучше потом разогнаться в подъем и все так хорошо и плавненько шло да не быстро мы ехали всех медленно периодически колонна останавливалась потому что мы где-то посередине этого маршрута разменивались со встречной колонны и потом продолжали дальше двигаться ну и в этой колонне были все и автобусы и легковые и грузовые из грузовых я был последний вот на этом подъеме я также на спуске придержал машину отпустил вперед идущих и с большим хорошим разгоном я залетел на этот подъем но оставался еще один подъем который был прямо перед таможней это последний населенный пункт с большего он корень конечно же туристический и после этого населенного пункта у нас таможня и перед этой таможни вот в данный момент я уже сейчас заезжаю на этот подъем небольшой с виду небольшой но в зимний период он тоже как оказалось может создать проблем так как я говорил ранее что из грузовиков я был последний хоть я и предпустил как всегда впереди идущие машины но который ехал передо мной грузовик ему уже не хватило места и он но он удобно стал и плюс он был на цепях он был умнее а я прямо в этом месте зависаю потому что он передо мной все естественно мне вот как видите рукой подать сколько тут сто метров я не дотянула вот до этой ровного места мне оставалось там 30 метров чтобы доехать но я не смог на них доехать все машина уже не ехала никуда мне пришлось идти одевать цепь я успешно отдел цепи очень быстро за минут десять две цепки я накинул и пока я их одевал здесь уже освободилось место и я спокойно сюда зарулил и пошел оформляться в таможне а затем перетянул цепи и двинул дальше и вот такая да небольшая таможенка и сейчас хочу вам показать кстати я ехал тогда точно с этой же логистикой с которой в этот раз термо транзит и что важно здесь нам знать у нас перевозка осуществляется из норвегии в норвегию но мы транзитом едем через швеция бывает и через финляндию на загрузке я получил два таких листа вот вам может быть лучше видно это для таможни один лист у меня забрали и дали мне транзит ную декларацию сейчас у меня ее заберут а на этом втором листе мне поставят штамп все процедура будет транзита закончен ну все я скоро вернусь на все про все три минуты здесь ничего сверхъестественного не было все вот наш бернфилл дальше у нас норвегия но это кстати еще не граница это всего лишь таможня официально граница будет у нас чуть-чуть подальше забыл и новую новую эту самую новое правило поставить начало страны норвегия до скоро может быть возьмутся плотно за это может и возьмутся в странах скандинавии но пока пока в скандинавии с этим тишина в европе там лютует на этом фоне все вот она наша норвегия я здесь также получается когда зима вы на этой площадке могут всех собрать когда перевал основной который вот сейчас будет закрыт всех собирают и также сколько там можно там простоять я тоже здесь как-то стоял часов 15 ждал пока откроют дорогу все здесь мы идем немного наверх пойдем на них и так когда я прошел границу на цепях двинулся же я дальше и очень даже так хорошо мне ехалось хочу сказать на цепях ну и здесь хочу отметить конечно же как поменялось природа когда мы въехали в норвегию кто со мной согласен напишите в комментариях на улице хоть и 25 градусов но рассчитывают на то что здесь где-то теплая вода абсолютно абсолютно не стоит самая маленькая лужа она будет ледяная ну я так думаю может быть обратно мы сюда и поедем то я это продегустирую эту воду как всегда по моим традициям маршрут откуда я сегодня начинал с границы полярного круга и весь сегодняшний маршрут который мы проехали в описании будет ссылка там проходите по этой ссылке открывается вам карта обычная google карта как с телефона легко она открывается так из компьютера и вам сразу станет понятно где я в каких краях правду я ли вам рассказываю или вообще еду не в норвегии а в карелии здесь в этом месте вместе с горной речкой начинается спуск с перевала он несложный относительно и я успешно его в тот момент проезжал на цепях выезд уже идет к дороге е6 по которой на моем канале мы неоднократно катались но до сюда мы не доезжали и самая как оказалось интересная часть того дня будет только впереди и они мы поговорим с вами уже скоро и мы приближаемся к месту где я допустил роковую ошибку того дня я увидел есть кармашек почищенный и стал снимать цепи до поворота оставалось 4 километра впереди уже вроде бы все было хорошо камеры посмотрел дальше шестерка была уже сухая снег не шел ну казалось бы что еще может быть чтобы там по асфальту цепями не греметь я их снял в этом месте но сюрприз ждал впереди забегу вперед и скажу что цена этой ошибки снятых цепей мне стоила в 500 евро и сейчас обо всем по порядку впереди у нас будет перед поворотом буквально метров 200 и 300 может быть спуск ну я аккуратненько подъезжая к этому спуску ехал ехал и смотрю впереди аварийки я уже увидел прямо на этом повороте ки который со спуском идет перед основным поворотом сейчас вы это все увидеть и там стоит и вижу на оранжевых маячках машина сопровождение не габарита а сразу за этой машиной внизу за невидимым поворотом сам стоит не габарит да он не поднялся в гору в горочку так сказать он был без цепей вес у него был он вез экскаватор этот экскаватор весит тонн 40 наверное я не знаю сколько он весь но он много весь я вижу ситуацию я начинаю тормозить особо машина и не хочет тормозить укатаны лед перед этим спуском ну я давил давил в эти тормоза почти уже я останавливаясь равняюсь с этим не габаритом он немножко так был раскоряченный и я его краем пытался сразу же кое-как объехать но у меня это не получилось у меня колесо уже пассажирская начала заходить в обочину и начало стягивать я остановился полностью вышел кое-как посмотрел что да к чему ну и сказал им что я делать ничего не буду выезжайте потому что меня стягивает просто в кувет и вот я скажу где стояла эта машинка сопровождения вот видите впереди знаки что скоро повороты все дела и эта машина сопровождения по-хорошему должна была отъехать далеко вперед и показывать что там проблема но она стояла даже не здесь не здесь а вот прямо где-то она стояла здесь а за ней невидимо стоял вот этот здесь прямо раскоряченный не габарит ну и вот у нас есть расстояние как видите сами 50 метров всего лишь то оказывается я сейчас надумал как-то побольше значит что происходит дальше он пытается одеть цепи он одевает их и ему нужно было выровнять тягач то есть ему нужно было вперед продвинуться чтобы выровнять свой прицеп чтобы аккуратно сползти вниз иначе по-другому он сполз бы в кувет он пытается дергаться и два раза бьется кабиной просто мой прицеп разбивает себе в дребезги боковое зеркало ну мне на его зеркало как-то было глубоко плевать и он отъезжает все-таки вниз прямо вот к этому повороту на перекресток я же спокойно откопался выровнял тоже тягач ну и все пошел собирать свои пожитки сзади уже у меня естественно пробочка была машины стояли никто нас проехать не мог вот я выровнял тягач машины начали потихоньку проезжать и я пошел собирать свои пожитки вокруг машины лопату цепи и в момент когда я уже ложил цепи в ящик у меня куда-то в сторону начинают уходить от моего взгляда прицеп я понимаю что моя машина начинает скатываться вниз по льду она была конечно же на ручнике я же до этого за пару дней смотрел фильм же кичаном и как он там очень четко профессионально на запрыгивал на фуру на ходу ну я решил что я тоже это могу сделать я догнал да я догоняю свой тягач открываю дверь запрыгиваю в кабину нажимаю на тормоз а там происходит ничего вот увидели до маленькое расстояние но тогда для меня это казалось что это просто расстояние я не знаю длиною в жизнь стоит также раскоячена стояла это легковая сопровождение я отпустив с тормозов смог ее объехать и впереди у меня было несколько вариантов если я не опять не начну тормозить в момент когда начинаю тормозить то есть машина идет клином просто вперед она неуправляемая повернусь вправо в принципе нереально у меня четко нацелена была на его эту сканию мой тягач я понимал что если я отпущу педаль тормоза то я потом не остановлюсь уже на самом перекрестке поеду прямо туда вот в обрыв который мы на повороте проезжать ну и это конечно дело все в снегу ну и все на этой маленькой скорости но мне она казалось чуть чуть побольше чем она была на самом деле я ровненько припечатываю ему прямо в рыло так сказать можно это будет назвать как поцеловал его так точно у него кенгурятник у него вообще ничего там пару царапин на кенгурятнике но у меня начиная от лобового стекла лобовое стекло целое только ниже каждая деталь на вольве было треснуто вот за нее я и заплатил 500 потом в итоге евро вот такие вот дела полиция приехала полиции было все равно им только нужно было быстрее чтобы мы разъехались мы оформили страховые эти листы он сдал до конца уже назад ну я также уже оттуда смог уехать уже конечно же прошли тогда и посыпалки и все 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 что можно только прошло только чтоб мы разъехались признаюсь вам что руки у меня еще колотила потом до следующего утра пока не лег не выспался и пока он тубас не травил добрался до стояночки на которой останусь вот и продолжим уже мы с вами дальше что что меня будет ждать поэтому с вами был федор всем пока